Сегодня к нам пришла необычная гостья. Я, глядя на неё, думаю, что она даже и сегодня не успела одеться с утра. Либо она с работы. Ну, не совсем понятно. Мы сейчас выясним. Да. Значит, ну, я сначала представлю. Зовут её Сара. Не Джессика Парки вовсе, но Сара Окс. Почему? Давай её обозначим для наших слушателей и на нашем сегодняшнем сайте. Сара Джессика в парке. Вот так. С Джессиком в парке. Сара с Джессиком в парке. Хорошо. Прекрасно. Джессика – это маленькая собачка-бархотка, которую обычно носят похожие дамы, да? Да. Вот. И она в парке. Да, Сарочка у нас сегодня находится. У неё чёрный и синий-чёрный цвет волос. Я даже сказал, наверное, это вороний глаз или вороний перо. Вырви глаз вороний, я бы сказала. Да. Вы слышите её голос и, пожалуй, наверное, самое главное пока достоинство, пока мы о ней ничего не знаем. Вот. Но мы её прекрасно видим. Она находится у нас в сексуальнейшем нижнем белье. Здесь, в студии. Просто. Больше ничего на ней нет. Ну, давай, значит, обозначим. Удивлённо меня посмотрела. Ну, если в корсете родилась я уже перед вами. В чём мать родила? Сарочка, смотри, какая штука. У нас сейчас проходит на Радио Максимум на нашем сайте конкурс, который называется «Успеть всё». Да, мы просим наших слушателей присылать разные фотографии, которые бы рассказывали о том, что они успели сделать минувшим летом. Ну, аж, коли ты у нас в студии, скажи, можешь ли ты похвастать тем, что произошло эдакого в твоей жизни? Может быть, какая-то туировка, может быть, смена пола, может быть, замуж или, наоборот, развод. Что-нибудь такое вот яркое, интересное и запоминающееся было за три месяца? За три месяца последние, да, которые были? Да. Начну по порядку. Во-первых, блин, очень много всего произошло за эти три месяца. Яркое, самое яркое. Самое яркое – это моя поездка в Мексику. Не скажу зачем, не скажу почему. Просто поездка. Очень хорошая. Это твоя первая загранка? Первая. Вторая, после Хорватии. Кстати, о Хорватии. Да, что ты там делала? Я там, оказывается, стала финалисткой конкурса одного. Так. Мисс М-м-м-м, радио. Так. И вот там нас хорошо... А в этом плане, вы знаете, закидывать не приходилось, но я, скажем так, ногами помогала себе делать другие поступательно-вращательные движения, если вам это интересно. И, в принципе, все были довольны пока. Потерпевших нет, жертв тоже, но все были очень, знаете, счастливы. Счастливы, знаете, и умиротворены. Жертвы есть. Берутый не счет. Ты уже тоже там побывал? Ну, естественно. Жертвы есть, и Санкт-Петербурга, пишет нам наш слушатель, засмотрелся на Сарины. тетюши. И попал в аварию. Боже мой. Вот так вот вам всем. Сиськи правят миром. Она так думает. Она так думает. Ну ничего, это до конца эфира мы мнение искренним. Друзья, наши сегодняшние гости. Понедельник наш сегодня... Как он называется, если не забываю? Радиоидеальный. Идеальный. Сегодня понедельник? Радиоидеальный. В каком-то смысле понедельник. Значит, мы продолжаем собирать ваши вопросы. Впереди тревожные сомнения. Кстати, какая тема будет сегодня озвучена? Сара, нам будет необходимо очень твое компетентное мнение. А какая тема? Мы пока поддержим. К нашей компании присоединяется каждый час все больше и больше людей. Поэтому кто-то сейчас, наверное, тебя услышал впервые. Поэтому мы и, да, поздоровались. Как обычно, в эти минуты у нас есть традиция. Мы затрагиваем тему, которая, честно говоря, нас взволновала. Сегодня нам понадобится твое компетентное мнение. А что за тема и какой вопрос? Маэстро, Юрий Алексеевич, прошу вас, докладывайте. Да, ну, конечно. Нам очень сыграет сейчас на руку, что у нас Сарочка из Запорожья. Очень сыграет на руку. И в Москве она живет всего три года. Снимает, так сказать, квартиру. Вот сегодня очередная жизненная история из личного опыта. Ты вчера спрашивал меня, все ли истории из моей копилки. Да. Вот я могу тебе сказать, что большинство. Вот хотел узнать у всех здесь присутствующих в этой студии. Слышали ли вы такое выражение, высказывание, что любовь – чувство географическое? Конечно. Безусловно, да. Вот сейчас она сделала такие глаза удивленные. Ну-ка, расскажи нам, Сара, почему ты удивилась? Я удивилась, потому что я первый раз услышала эту фразу. Раз. А во-вторых, я с ней не согласна. Это два. Хорошо. Сейчас, вот видите, мы сразу очутились по-разному. Так, друзья, 20.49 на личное время. У нас продолжается радио «Идеальный четверг». У нас сегодня в гостях девушка, жгучая брюнетка Сарочка. Окс. Да, мы посмотрели внимательно видеосюжеты. Значит, с нашей сегодняшней гостьей Койми Кишмякишит, интернет и, в частности, портал YouTube. Оказывается, вы, Сара, звезда телеэкрана. Я и не знал, что вы искать. Да, а вы меня обозвали не к том только что, что я никто. Я запомнила, занотировала и буду еще больше бороться за эфиры. Я пока вообще... Чтобы уже каждая собака знала, что такая Сара, как там у нее обозвали, Джессика Паркер. В любом случае, в любом случае, я есть... А зачем вам, секундочку, а зачем вам так нужна собачья любовь? Я ищу, чтобы вы меня, собаки, полюбили. Ага. Недолюбленность у меня, вернее. Мы тебя, собаки, очень любим. Значит так, друзья, сейчас в этой студии ведется видеотрансляция, видеозапись. Мы делаем это с помощью камня. Какая у нас сегодня гостья? Что она делает по жизни? Чем занимается? Чем увлекается? На кого смотрит и бросает свой взгляд? Пылкий взор. Да. Это мы сегодня постараемся выяснить в ближайшие три часа, друзья. Почему она пришла в таком одеянии? Тоже выясним, конечно. По бедности или, так сказать, ради флирта? Может быть, она хочет нас здесь, так сказать... Проинформировать о чем-то? Намек. Зачем информировать? Мы прекрасно проинформированы. Не знаю, Юрий Алексеевич, что с вами можно в таком случае сделать? Я вам не мешаю, мальчики. Нет, нет. Нет. Очень даже способствуешь. Значит, сейчас мы доделаем нашу традиционную фотосессию, да, Сары, и все фотографии, которые, на наш взгляд, окажутся удачными, окажутся тут же на сайте максимум.ру, чтобы вы смогли посмотреть, кто сегодня у нас в гости. Именно так. Сарочка, есть что добавить? Конечно. Давай. Не дайте рта раскрыть. Наконец-то мой звездный час настал. Всем привет, слушатели. Скорее слушатели, чем зрители. Дорогие товарищи. Субтитры создавал DimaTorzok